У нас начался проект, этим летом мы все-таки решили сделать дек, поставить дек. Пригласили ребят, которые в прошлом году нам делали забор, вот, и в этом году они нам еще делают дек. Цена получилась почти в два раза дешевле, чем предлагают другие ребята, русские ребята, там, канадцы. Вот, я потом в конце скажу, сколько это все будет стоить, но в целом, вот сейчас они приехали пятницы вечера, они делают дырки, сначала вставят, вот такие, да, пробурили дырки, потом будут заливать бетон, ставить посты, сегодня заливают бетоном, вот, и потом, через два дня или через день они приедут и уже будут настилать здесь вот дек деревяшками, то есть он будет вот по вот эту клумбу, примерно, и на ширину полностью дома, то есть это получается где-то 200 квадратных футов, 200 square feet, и вот таким образом мы себе все выстроим. У нас что будет в этом году, буквально через несколько дней будет классный дек, поэтому дальше покажу, как это все будет происходить. День второй установки дека, когда сейчас все уже бетон засох, теперь получается, вот такие ставят перекрытия сначала, вот уже на них будут там остальные доски поукрепиться, вот, всего три поста здесь, здесь и там, и там к дому на такие скобы они прикрепили тоже балки, и будет еще такое вот окно для, выемка для окна в бейсменте, потому что у нас окно в бейсменте сюда выходит, чтобы свет проходил, воздух проходил, и вот там еще для вывода под кран. И у меня еще плюс выходит, сейчас покажу, выходит еще кран для газа, куда можно подключить газовый шланг, сюда поставить гриль, и уже будет питаться гриль от газа из дома, а не из баллонов. И сейчас еще вам хотел тогда уж сразу показать, что у меня еще сбоку дома, потому что здесь как раз все коммуникации. Вот здесь у меня выводится, это забирается воздух для газового котла нагревательного, здесь отвод от этого котла идет, и вот это идут всякие боксы, это для электричества, я точно не знаю, вот это вот, скорее всего, для телефонии, интернета, подводится от телеком-операторов, здесь электрический счетчик все стоит, здесь, насколько я понимаю, тоже для вентиляции подводится выход, вход, тоже вентиляция, и дальше вот еще идем, здесь у меня шланг для полива газона спереди для фронт-ярта, и газовый счетчик большой, и что интересно, то что вообще здесь многие делают открытое, то есть не ставят калитку, то есть можно, в принципе, заходить, и те, кто ходит, проверяют, или газовый счетчик, или N-Max электричество проверяет, они, в принципе, свободно могут зайти и посмотреть, но если кто-то закрывает такие калитки и двери, тогда, конечно, они уже будут звонить и спрашивать, чтобы им сюда зайти, вот, но, в принципе, вот так это выглядит, и как вы видите, очень узкое расстояние между домами, то есть, в принципе, вот здесь, если вытянуть руки вот так вот, вот, на вытянутые руки получается, то есть это где-то метр восемьдесят, наверное, ширина всего лишь, ну и минус всего, как я уже об этом говорил, почему такое близкое расстояние, на том, что если один дом загорается, то второй дом тоже с большой вероятностью может загореться, потому что очень близко находятся, но это вот строят так близко, потому что экономят землю, небольшие участки земли, и на них нужно разместить как можно больше построек домов, но так живем, если кто-то хочет себе больше земли, и не быть близко к соседям, тот покупает себе больше участок, на нем где-то дальше стоит дом, и уже ты от всех соседей подальше, но ты начинаешь платить еще много за землю, и повышаются, соответственно, налоги на недвижимость, потому что все рассчитывается от площади земли, от площади постройки. Так, ну что ж, да, теперь у нас есть дек, закончили, приехали они сегодня в 10 часов утра, и вот сейчас 5, полшестого, вот они за это время все собрали полностью весь дек, поставили нам сюда обратно ступеньки, теперь очень удобно выходить из дома. Теперь мы здесь поставим еще мебель, облагородим, и возможно еще поставим такую как беседку, чтобы закрывало от комаров, в общем, при облагородим это все дело. Сколько это все дело стоило? Значит, эти ребята берут 16 долларов за квадратный фит, то есть получилось, что у меня здесь 200 квадратных фит, это значит получилось 3200 долларов, но я немножко сторговался, я получил небольшую скидку от них, поэтому мне вышло это немного дешевле, и в целом это дешевле гораздо, чем предлагали другие ребята, кто-то предлагал и 5000, и 6000, но вот это вот так вышло. Что можно здесь еще делать? Здесь еще ставят обычно или какие-то рейлинги, ну как это называется, заборчик такой, да, по боку, чтобы никто не падал, нам это особо здесь не надо, вот, вот так это все выглядит, внизу я еще тоже это все заделаю чем-то, и еще что интересно, вот здесь у меня, как я говорил, окно в бейсмент, вот, поэтому они сделали вот такую вот решеточку, которая снимается, очень удобно, если нужно будет туда зайти, и в то же время проникает туда свет, вот так все это выглядит. И можно вот залазить, а там спускаться выше, надо открывать окно, и вот сюда будет воздух походить. Правильно. А, и еще такая штука, смотрите, мы сейчас, у нас получается дек, у нас теперь стало намного выше, и вот соседи за мной, теперь будет хорошо видно, потому что забор нас, в принципе, более-менее загораживал, теперь будет достаточно хорошо видно, и этих соседей тоже видно лучше теперь, но что еще делают, это вот там, вот видите, вот там вот на заборчике ставят вот такие вот, как небольшие, как, ну, импровизированные, скажем, сетки, но сильно высокие их нельзя делать, можно вот немножко надстраивать вот таким образом, вот, может быть, мы со временем тоже сделаем, но, короче, это не критический момент, не факт, что у нас это будет, посмотрим, как нам будет с этим житься. Ну, и еще такой момент, вы видите, да, что мы сделали дек, не на всю ширину, не на всю длину нашего бэк-ярда, в принципе, мы хотели оставить немножко травы, чтобы была трава, чтобы там можно было сидеть, играть, Дэниел будет там прыгать, развлекаться, хотя вот у нас соседи и те, и другие полностью сделали, застроили все полностью деком, чтобы не заморачиваться с травой, вот, но это кому как нравится больше, мы пока хотим так, в следующем доме посмотрим, как будет, вот, если, конечно, огромный участок, там, конечно, весь дек не сделаешь, а вот на таких маленьких участках очень часто полностью застилают все деревом. Что хотел вам еще показать, у нас сейчас, кстати, потеплело буквально эти дни, около 20 градусов тепла, и уже действительно тепло, и прям резко за один день или за два повылезла куча комаров и куча мошкары, от травы, наверное, уже, потому что я поливаю газон постоянно, вы посмотрите, вот, если видно, вот там уже ее много, это и мошкара, и комары, вот они там и поднимаются повсюду по дому вверх, и как от этого спасаться, конечно, не всегда удобно, кто-то покупает такие вот эти вот горелки, которые горят и дым разносят, и это старыми методами, вон весь дом в этой мошкаре, вот там вот она все здесь сидит, поэтому, что я сделал, я купил в Костка вот такую вот специальную лампу, которая отпугивает всех этих москитов, она генерирует тепло и ультрафиолетовые лучи, и эти москиты, они сюда вот залетают, я сейчас ее, кстати, открою сразу, вот она вот так вот выглядит, эта лампа, сейчас я ее поставлю вот сюда, чтобы удобно не было видно, вот, у нее достаточно длинный провод, 3 метра провод, поэтому ее рекомендую ставить немножко подальше от того места, где постоянно находишься, вот, и получается москиты туда залетают, и там они, собственно, и заканчивают свою жизнь, и также написано на коробке, что нужно ее использовать круглосуточно, где-то вот здесь было написано, да, что ее нужно использовать круглосуточно в течение 7 дней в неделю, и тогда, получается, москиты каким-то образом перестают размножаться, и в целом снижается количество москитов на бакьярте, или на вашем дворе, поэтому я собираюсь эту лампу сейчас подключать, вот, она у нас будет постоянно работать, ну, и потом сообщу о результатах. Стой! Стой! Не догнать его! Мы шли с Дэнилом погулять, у нас на районе, я вот так дать не могу, он на самокате сильно быстро уже ездит, вот мы здесь, смотрите, это люди себе делают, уже все делают бакьярды, обустраивают, потому что этим летом, я так понимаю, все собираются проводить время больше на бакьярдах, на своих, поэтому работы у контракторов, которые делают всякие работы, бетонные работы, ландшафтный дизайн, строят всякие деки, как у нас, строят беседки, у этих ребят работы в этом сезоне очень много. Что нельзя тамокат? Нет, здесь что можно? Когда будет табличка, нет? Да, нельзя. Кстати, помните, уже у меня было видео про наш район, мы, в принципе, делали обзор нашего района, показывали, какие здесь дома есть, и вот сейчас вот этот жилой комплекс, который у нас здесь классный, очень построили, называется Westman Village, это вот такие вот дома, если видите, и по сути, это как бы квартира многоэтажная у людей, то есть тут 2-3 этажа, получается, у людей с выходом. Ну, тоже у кого-то есть выход на озеро, у кого-то нет. Вот, но по сути, это уже такое премиальное жилье, если не сказать элитное, потому что, ну, элитного здесь как такового нет, но это уже премиальное такое жилье. Здесь квартиры вот такого плана, то есть здесь есть и гараж у них, но это по сути как большая квартира, очень несколько уровневая. Такие квартиры, конечно, стоят больше миллиона долларов, то есть, ну, практически как дом, да, Но за эту сумму люди себе покупают очень классный образ жизни, именно образ жизни, потому что здесь есть классный очень центр, такой называется он Village, где есть очень много развлечений, все это люди оплачивают, причем платят за это огромные деньги, там по 400-600 долларов в месяц, просто за то, чтобы всем этим пользоваться. Но преимущество этого комплекса в том, что тебе по сути даунтаун никакой не нужен, не нужны никакие центры спортивные, потому что у тебя здесь все есть, и бассейн, и кинотеатр, и кухня общественная, ну так скажем, можно прийти там с компанией готовить, да, в общем очень крутой центр, там и библиотека, и ресторан, и бильярдная, и виртуальный гольф, и я не знаю, все, что можно придумать там вот в этом центре есть, вот он кстати за мной. Вот поэтому люди очень многие, у кого есть хорошие деньги, лишние, так скажем, да, они здесь себе покупают такой классный лайфстайл, что мне нравится, то что можно сюда прийти, просто гулять здесь, пользоваться как бы всем этим тоже, вот, нету никаких заборов, никакой охраны, ничего, то есть сейчас дальше пройдем, я покажу какой там еще есть классный у них горик. Субтитры сделал DimaTorzok Вот эти квартиры, которые вы видите, это обычные квартиры в обычных домах по сути, и здесь квартиры стоят тоже дорого, то есть начиная там от 400 тысяч, а есть и 600-700 тысяч за 2-3 бедрумные квартиры, Поэтому это тоже дорого для Калгари, это дороже однозначно, чем в других домах, потому что так квартиру можно купить за 150-200 тысяч, а здесь видите 400-600, вот, но это вот такое, так скажем, необычное жилье. Здесь сделана такая небольшая шопинг-улица, где есть небольшие кафешки, магазинчики, ресторанчики, мороженое, клиника стоматологическая и так далее, То есть, опять же, для удобства жителей всех, и всего района, и тех, кто здесь живут в этих домах А вот как раз и стоимость аренды в этих квартирах, в этом жилом комплексе, вот самая простая, скажем, не, не самая простая, 2-бедрумная комната, квартира стоит 2400 долларов в месяц, Есть одна бедрумная стоит 1885 в месяц, вот 2-бедрумная уже почти 3000 долларов в месяц, вот такие вот здесь цены, Ну и опять же, это не стандартные цены, это, конечно, выше уровнем в полтора, иногда в два раза, чем в обычном жилье, но такие вот здесь цены. И между всеми домами этого комплекса есть переходы, такие вот, чтобы можно было не выходить из дома, допустим, зимой, да, и перейти по комплексу, Там есть общая такая зона, где можно по нему пройти, перейти по этому переходу и зайти уже в этот комплекс большой, где есть вся развлекалочка. Кстати, как вы знаете, все дома у нас в Канаде картонные, да, строятся из картона, поэтому даже вот эти вот дорогие дома также строятся из дерева, То есть они 4-5-этажные дома, но построены также из дерева и из ДСП. Канаде картонные, да, строятся из дерева и из дерева. Ну, ребята, так и получилось. У меня прогулочное видео больше, да, показал свой дек на бэк-ярде, поэтому, если вам такого рода видео интересно, подкидывайте темы, мы будем гулять, потому что сейчас мы будем больше гулять по нашему району, и будем вам рассказывать, показывать. В общем, ждем от вас интересных тем. Ну и до скорой встречи, увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok